Я давно обещал сделать это видео, долго готовился к нему, собирался с мыслями, думал как бы получше это преподнести, но хватит уже откладывать, пора наконец серьезно и подробно поговорить о том, что же такое Нинтендо Лаба. Нинтендо Лаба Нинтендо Лаба Нинтендо Лаба И последний момент, Нинтендо Лаба это не картон за 5000 рублей. Из того же картона Нинтендо не делает какой-то эксклюзивности. Да, вот есть в коробке все эти выкройки, все это есть, но это без проблем найти и в других местах в интернете. Уже на Алиэкспрессе стали продаваться отдельные наборы там сильно дешевле. Можно что-то выкроить самому и Нинтендо наоборот они поощряют. Я позже вот расскажу сегодня в ходе этого видео о том как. Некоторые тут говорят, что даже основные выкройки из Нинтендо Лаба вот из этого набора уже висят в интернете в открытом доступе. То есть из картона как такового, хотя он здесь довольно качественный, ну потому что картон тоже бывает разный. Но за картон не берутся особые деньги. То есть на самом деле основные деньги это само программное обеспечение Нинтендо Лаба. И даже если вы купите там какой-нибудь китайский набор на Алиэкспрессе, вам все равно понадобится это программное обеспечение. Китайцы не продают программу. Ну а без программы это будет просто набор картона действительный. То есть если вы уже купили какой-то вот этот вот набор мультикит, про который я сегодня буду рассказывать, то да, вы можете докупить какие-нибудь отдельные там выкройки модели на Алиэкспрессе там за 500-700 рублей. Но просто купить на Алиэкспрессе там за 500-700 рублей картон, ну вам это ничего не даст. Ну и последнее, что еще важно понять. Вот некоторые говорят, да зачем тебе эта ерунда? Купи себе, если тебе нужно пианино, купи себе там синтезатор. Или если тебе нужна рыбалка, купи себе удочку. Ну это вообще полный бред на мой взгляд, потому что ну если это конструктор, а это конструктор, то суть не в том, чтобы собрать пианино из картона, чтобы у тебя было пианино. Суть в том, чтобы его собрать. В этом интерес. Собрать, посмотреть, как это работает, разобраться с тем, как это работает и может быть сделать что-то свое. Конечно, если тебе нужен синтезатор, купи себе синтезатор, без проблем. Ты, конечно, не найдешь хороший синтезатор за 5000 рублей. Раньше можно было MIDI-клавиатуру найти за 5000 рублей, но ее нужно к чему-то подключать, где будет сам синтезатор. Но дело не в этом, это совершенно разные вещи. То есть люди собирают из Nintendo Lab пианино, не чтобы у них было пианино. На мой взгляд, вообще это очевидно, конечно, вещи, но некоторые почему-то не понимают. Ну а теперь давайте об особенностях и Nintendo Lab вообще, и вот этого в частности набора. То есть мы поговорили о том, чем он не является. Давайте больше поговорим, что там вообще и чем это является. Итак, сам картон. Вообще он довольно тонкий. Я ожидал, что он будет как-то толще, но он тонкий, хотя вроде как он чем-то пропитан. То есть он плотный, он просто так не гнется, но даже если там в процессе сборки, в процессе даже больше, когда вынимаешь вот картон из этих вот держателей, что-то где-то погнулось, может быть даже чуть порвалось. Бывает такое, если не очень аккуратно это делать. Я не очень, я специально старался делать это быстро, так как бы не сильно аккуратно, чтобы проверить, насколько это будет прочно. Но вот в целом, на самом деле, все продумано. То есть есть, например, детали вот этих механизмов, которые требуют наибольшей прочности, они либо там как-то складываешь там в несколько раз, либо там продублированы другими деталями. То есть конструкция предусмотрена, что наиболее хрупкие части, они как-то вот чем-то защищены. Единственное, что, наверное, ничем не защищено, это вот эта вот машинка, ну, чуть ли не самый простой предмет для сборки. Но даже для нее там сама Nintendo, то есть там в самом Nintendo Lab есть советы по укреплению. Типа, если у вас там погнулось, вы можете взять эту деталь, можете еще вот вырезать из другой части картона, из оставшейся. То есть там, когда ты все выдавливаешь, все детали, у тебя все равно остаются области, из которых можно что-то выдавить. И ты можешь выдавить и укрепить машинку за счет другого картона. Следующий важный момент. Из вот этого набора мультикита можно собрать все сразу. То есть это не так, что как во многих конструкторах, как, например, там ты Lego покупаешь, и у тебя там ты можешь собрать одну какую-то машинку или что-то другое из этого набора. И если ты хочешь собрать другой, тебе нужно разобрать машинку и собрать вот это другое. Здесь нет, то есть здесь вот из всего вот этого, из этой коробки, вот которую я распаковывал на стриме, можно собрать все, что там нарисовано. То есть и не придется что-то разбирать, разбирать что-то не нужно. Ну а что касается самой сборки, то она довольно простая. Ну есть, конечно, очень долгая сборка, там пианино дольше всего собирал. Там самое главное вот эти вот все клавиши собрать, они просто однообразные. И скорее однообразность утомляет, потому что клавиши действительно одинаково делаются. Но по сборке даны очень подробные инструкции, то есть самой программе Nintendo Lab, которая отображается на Nintendo Switch. Ты включаешь эту программу, запускаешь, там выбираешь, что ты хочешь собрать. Ставишь себе Nintendo Switch, там есть подножка. Ну можно, кстати, к телевизору подключить, на самом деле не обязательно ее там в портативном режиме использовать. По крайней мере, пока ты собираешься, тебе нужно просто советы смотреть, ты можешь это смотреть на телевизоре. Потом, когда будешь играть, потом снимешь Nintendo Switch, потому что она используется во многих конструкциях. Ну так вот, инструкции очень подробные. То есть там трехмерная модель, полностью анимированная. Ты можешь вращать камеру, там нажимать на паузу, смотреть как, где, чего, какая там деталька, куда идет. Они еще прокрашены так, чтобы, ну ты четко понимал, что это вот той стороной детальку нужно повернуть. Здесь именно вот такую деталь нужно применить с таким узором. На самом деле запутаться как-то очень тяжело. Опять же говорю, если какие-то проблемы, просто там стоишь на паузу, можно там отмотать назад. И рассматриваешь со всех сторон, вращаешь вот эту трехмерную модель, которая демонстрируется на экране Nintendo Switch. Но самое, конечно, интересное, это механизмы. То есть ты не просто собрал какую-то картонную модель и поставил ее на полку. Хотя, честно говоря, мне это тоже нравится. Я в детстве, там у меня была книжка, я клеил различные модельки из бумаги. И мне нравилось, что ты из бумаги, из плоского листа, ты можешь сделать какую-то объемную штуку. Вот она у тебя будет стоять как объемная штука. По-моему, это очень интересно. Ну или вот там у японцев есть оригами, но это немножко не то. То есть лаба больше как раз похожа вот на те вот модельки из бумаги, которые я клеил, чем на оригами. Но суть в том, что все это в итоге как-то работает. То есть какие-то механизмы и вот разбираться, как они работают, это тоже очень интересно, потому что действительно поначалу кажется какой-то магией. Потом ты понимаешь, что на самом деле по большей части во всем задействованы джойконы. Особенно правый джойкон и его ИК-камера. То есть это оказывается полноценная инфракрасная камера. Да, там с низким разрешением, с низким фреймрейтом, но она видит в полной темноте. И в наборе там вот очень много вот этих светоотражающих наклеек, которые, ну когда ты собираешь что-то по инструкции, там тебе говорится куда, какие наклейки клеить. Потом еще остаются дополнительные наклейки. Ты можешь сам что-то собирать или заменять, если у тебя там потерялись или сломались, порвались. Там не знаю, что-то с ними случилось. Ну то есть инфракрасная камера реагирует вот на эти светоотражающие наклейки и происходит им из-за этого различные взаимодействия, которые запрограммированы. Также и гироскопы, то есть в джайконах, в каждом из джайконов есть гироскоп. И в самой Nintendo Switch, как оказывается, тоже есть гироскоп. И когда ты включаешь определенный режим работы вот приложения, оно распознает все вот эти условия, что видит инфракрасная камера, как там гироскопы, что сообщают, какие данные. И в соответствии с этим происходит какое-то действие на экране. То есть те же, например, клавиши на пианино. Там на каждой клавише есть своя светоотражающая полоска. Все эти полоски одинаковые на всех клавишах, но суть в чем, что они ведь на разных позициях находятся. И когда ты нажимаешь клавишу, ее вот кончик со светоотражающей наклейкой поднимается из-за картонки, и инфракрасная камера это фиксирует. То есть она видит не просто сам факт, что свет отразился от светоотражающей полоски, она видит всю картинку. Ну и в соответствии с этим так и запрограммировано, что наиболее правая клавиша это до, потом левее, ну если смотреть наоборот с другой стороны это ре, ну и так далее. И по сути самое крутое в Nintendo Lab это то, что ты можешь сам все это запрограммировать. Там есть отдельный режим такой типа гараж. Ты можешь там писать свои программы, ну что-то типа визуального программирования. У тебя есть входные блоки, у тебя есть блоки обработки, и у тебя есть выходные блоки. И по сути ту же пианино, например, ты можешь запрограммировать сам, запрограммировать работу, как у тебя будут нажиматься ноты. А можешь придумать что-то совершенно свое, собрать какие-то свои картонные модели. Единственное, что да, там не очень много функций на самом деле у этого программирования. Мне их немножко не хватает. Там тех же ни входов, ни обработчиков, ни выходов. Но об этом я чуть подробнее расскажу в конце видео, когда буду про минусы говорить. Но вот я когда открыл вот это для себя программирование, я там чуть ли не всю неделю сидел, только этим и занимался. Я там запрограммировал, когда Маша с Джойконом проигрывается вступление из Super Mario Bros. Потом запрограммировал что-то вроде барабанной установки, то есть ты можешь играть на экране барабаны. Но у меня, конечно, все это такие еще детские шалости, люди там вон в интернете вообще делают какие-то просто нереально дикие вещи. Например, программируют целые игры, как в Gaming Watch. И это на самом деле очень сложно и очень долго, но заморочились вот люди. Но на самом деле даже стандартный набор, он уже как-то провоцирует что-то создавать свое. То есть даже если ты просто собираешь там банальное пианино, там есть, например, такая карточка с дырочками. И при помощи вот этих дырочек, то есть закрывая, открывая определенные дырочки, ты можешь писать барабанные лупы. Ну и использовать их вот в этой музыкальной студии. Потом вот эти карточки с волнами, ты можешь их сам из бумаги любой вырезать. Карточку с волной звука. То есть это может быть как карточка для синтезатора, которая сделает на основе этой волны звук. Либо это может быть профиль громкости инструмента. Также и в том же аквариуме, например, можно своих рыбок создавать при помощи тех же самых карточек, используя вот это пианино. Ну или там в игре с мотоциклом можно создавать собственные трассы. Это уже не связано непосредственно там с картоном или вырезанием из картона. Но все равно это задействовано, по крайней мере, в самом Nintendo Lab. Но еще мне хотелось бы сказать про сам Multikid. У меня был только этот набор. У меня не было того же робота. Изначально было доступно всего два. Я не помню. По-моему, сейчас Nintendo до сих пор пока ничего нового не представили. Многие спрашивают, как там робот, как там Multikid. Робота у меня не было, но мне кажется, что Multikid интереснее. Почему? Смотрите, вот в Multikid есть очень какие-то простые вещи, которые можно довольно быстро собрать. Там ту же машинку, это 10 минут максимум. Есть какие-то долгие вещи, которые там 2, 3, 4 часа собираются. Но тут что получается? Вот в Multikid ты что-то собрал, даже ту же машинку, и ты уже можешь с ней играть, смотреть, как это работает, что-то программировать, уже что-то изучать. То есть ты потратил всего 10 минут, но уже что-то можешь делать. Потом ты подумал, ладно, надо что-то еще собрать. Берешь там по сложности что-то следующее, там удочку, например, собираешь. То есть там часа полтора на нее потратил, уже можешь с ней как-то взаимодействовать, и у тебя все еще остаются вещи, которые ты можешь собрать. Поскольку я говорю, что один из интересных моментов это само собирательство, то есть у тебя остается еще что-то собрать. Я, например, тот же вот этот домик с монстром, я его собрал в самую последнюю очередь, там чуть ли не спустя 2 недели. И мне было приятно вернуться к этому, то есть вернуться к этой сборке. А если бы я там того же робота собирал, ну я собрал робота, ну вроде как и все. Да, его собирать еще дольше, но получается вот когда я его собрал, мне уже нечего собирать, я могу только с ним играть. Не знаю, может там какие-то дополнения, но даже если они есть, там какие-то дополнительные фишки, они все равно маленькие. А здесь получается как такой сборник, то есть ты и то собираешь, потом то собираешь, потом другое. И при этом, да, сборка каждого модуля, она все равно меньше, чем сборка там целого робота. Потому что я, например, такой человек, я люблю результат. И когда ты долго-долго собираешь, оно начинает демотивировать с какого-то момента. Ты собираешь, ты не видишь результата, ну то есть ты видишь, что что-то формируется, но ты не можешь этим пользоваться. А в случае мультикита вот этого, то есть ты в процессе сборки, ты довольно быстро начинаешь видеть уже готовый результат. Ну, самое сложное здесь, наверное, пианино, я не помню, по-моему, я его часа три собирал, может быть, даже меньше, но все равно, там робота, говорят, дольше собирать. Ну, а теперь по минусам давайте пройдемся, потому что минусы здесь тоже имеются. Ну, и, наверное, главный минус — это отсутствие русского языка. Конечно, для того, чтобы собрать все эти модели и даже играть в них, русский язык особо не нужен. Но если вы уже хотите разбираться с программированием и вам что-то не очевидно, особенно, ну, там, если это ребенок маленький, то придется читать много текста на английском языке. Текст подан в игровой форме, что, с одной стороны, может быть проще, но с другой это как бы удлиняет повествование. То есть ты долго-долго читаешь, там как бы там общаются вот эти персонажи, которые тебе там на самом деле пытаются что-то объяснить. Ну, там сделан вид, что они как будто это друг другу объясняют, что, типа, если что, это не ты такой тупой, а кто-то из них такой тупой. Но на этом этапе знание языка действительно понадобится. Опять же, не глубокий какой-то английский, это не какая-то там заумная сюжетная RPG, но тем не менее. Ну и второй недостаток, ну или, скорее, даже второй и третий недостаток касается самого программирования. Во-первых, я смог сохранить всего 8 программ, я не могу делать больше, то есть мне нужно удалять предыдущие. Не знаю, почему так сделали, они, по идее, не должны там много памяти занимать внутри самой лаба. Может, там что-то нужно где-то найти, нажать, но я не нашел. То есть у меня только 8 программ я могу сохранить. И следующий момент, который я обещал рассказать подробнее, это то, что сама система программирования, она такая очень упрощенная. То есть отсутствуют какие-то очевидные модули, например, пропускание только импульса сигнала. То есть когда ты, например, нажал на экран, чтобы шел сигнал не все время, сколько ты держишь, там, кнопку на экране, а только вот первый импульс. Мне пришлось самому, по сути, реализовывать этот импульс. Просто когда я делал именно простейший триггер, мне понадобилось, чтобы был именно вот этот импульс, и мне пришлось сделать для этого дополнительный модуль. И еще такой момент, что когда ты создаешь более-менее сложные вещи, они начинают там запутываться. То есть там нет возможности как-то красиво это все разместить, вот эти блоки на экране как-то более понятно. Поэтому как там люди Gaming Watch пишут, я вообще не представляю, на мой взгляд, это довольно сложно. Сложно потом просто разобраться в этом. Там, если ты сидишь сегодня, пишешь, а завтра нужно дописать или что-то поменять, это такое, так, что у меня здесь было, где у меня здесь ход, где у меня здесь выход, где у меня здесь логика обрабатывается. Ну давайте теперь подытожим. То есть, во-первых, за пять тысяч нам продают не просто картон, хотя да, могли бы сделать подешевле, учитывая, что Nintendo Switch-то все равно требуется, но тем не менее. То есть, по сути, это деньги за программу. Во-вторых, это не игра, а конструктор, и это для детей. Поэтому не надо это сравнить с какими-то другими играми на любой платформе. Также вы можете использовать любой картон, докупать модели хоть с Алиэкспресса за любую цену. Кто-то там вообще в интернете на 3D-принтере себе тоже пианино распечатал. Что касается прочности, то за это волноваться особо не стоит. Ну то есть, да, если вы наступите, там что-то может где-то погнуться, сломаться. Но, как я уже говорю, даже в процессе сборки там что-то рвется, что-то ломается. Это небольшая проблема, поскольку конструкция предусмотрена, чтобы вещи, требующие наибольшей прочности, имели наибольшую прочность. Что касается кошки, то лично моя кошка Nintendo Lab вообще не интересуется. Она в лучшем случае там спала на коробке и все. А сами вот эти поделки, она к ним даже не подходила. Разве что, когда машинка вот двигалась, когда я ее управлял, она там ей заинтересовалась. Ну и главный момент, что интерес здесь в самом собирательстве. Это раз. Следующий интерес, это когда ты начинаешь понимать и разбираться, как это работает. И третий, когда ты начинаешь творить из этого что-то свое. То есть, вот эти вот три момента, это самое главное в Nintendo Lab. Собрать по схеме, разобраться, как это работает и сделать что-то свое. Ну а с вами был Денис Мейджер и обзор мультикита Nintendo Lab. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылка на него в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok